Сготовь такие кушанья, которых много не съешь. Один кусок тебе бум. Например, баранью ножку, да пожирнее, да с бабами. Бум. Паштет на штаны и по-русски. Бум. Чтобы носом шел. Бум. Бум. Сударь, положитесь на меня. Ну согласитесь, это просто полный ресторан. Просто чудо чудесное, а не суп. Я надеюсь, вы не сделаете самое такое за мой суп по-донецке. У меня в арсенале, в моем есть суп по-донецке. Мечтаю его сварить. Варила его еще, когда была юной. У нас был ресторан дорожный, называется. Он стоял у дороги, под мостом. У нас есть автодорожный мост, такой приличный мост. И вот под этим мостом стоял ресторан дорожный. И в этом ресторане дорожном работала мамина подруга Таня. Она маму наделила рецептом, а именно суп по-донецке. Очень простой суп. Вообще, просто простейший супчик. Он варится именно с говядинкой, на говяжьем бульончике. Но только единственное, что он такой, знаете, не густой. Кто любит густые супы, тем не подойдет. А вот кто любит хлебать, как я, я густые не люблю. Муж любит густые. Ему, чтобы ложка стояла. Я люблю просто хлебать. Решила снять, потому что сейчас начала искать рецепт и еле нашла его. А так, может, на видео останется. Может, дети посмотрят, сварят такой супчик. Так. Ну, в общем, что для него нужно? Смотрите, какая красота. Суп очень, очень простой. Вы удивитесь, насколько он простой и насколько он вкусненький. В общем, мне понадобится мясо. У меня здесь телятинка. И здесь у меня почти 400 грамм мяса. Вы можете ложить сколько хотите. Хотите, чтобы мясо с мясом было, ложите килограмм мяса. Мне достаточно 400 грамм. И у меня кастрюлька литра на два. Вернее, кастрюлька у меня большая, но у меня воды нет в доме. Закончилась вода в кране. Как всегда, отключение. Поэтому у меня будет 2 литра воды. Все, что осталось в доме. Итак, на 2 литра воды у меня пойдет 400 грамм мяса. Вы можете положить меньше, можете положить больше. На ваше усмотрение. Ни от каких жилок я его зачищать не буду. Это уже вы сами решайте для себя, что вы будете с ним делать. Так, я буду его варить большим куском. А потом, когда оно сварится, порежу его на кусочки поменьше. Это у меня симпатичная морковка. Одна. Сочная луковица, как всегда. В суп нужна либо томатная паста, либо томат. Но ни того, ни другого у меня почему-то нет в холодильнике. Поэтому я томатик сделаю из двух помидорок. Томатик добавляется туда, как бы сказать, больше для цвета. Ну и для вкуса, конечно же. Так, в этот суп идет зелень. Идет сюда именно петрушечка. Именно петрушечка сюда идет. Она по рецепту. Но если у вас нет, то, конечно же, вы можете импровизировать. Я вам не запрещаю. В конце варки сюда употребляется чеснок. Измельченный или растертый. Как вам нравится. Но не головка чеснока, конечно. Ну а так зубочек два пойдет в супчик. И ложится он туда. Именно в конце варки. Так, что еще у меня осталось? Еще в суп пойдет маргарин. Ну, такой кусочек. Но честно вам скажу. Я маргарин сейчас не ем. Но по рецепту идет именно кусочек маргарина. Поэтому я не знаю, как быть. Что-то быть. Но я придумала. Я возьму кусочек сливочного масла. И смешаю его с растительным. Такое сочетание у меня будет. И получится самый натуральный маргарин. Так, ну и все. Это все. А, картошка еще. Вот, картошка. Я беру 4 картофелины. Смотрите, вот они такие. Я считаю, что это чуть больше среднего размера. 4 картошки возьму. Вы можете опять же класть сколько вы хотите по вкусу. Картошка добавляет супу густоты. То есть, чем больше картошка, тем гуще суп. И это по вашему желанию. Ну и все. На этом ингредиенты исчерпаны. Сейчас я буду все измельчать. Мясо сейчас положу в холодную воду. И буду варить бульон. Сейчас мясо закипел. Бульон сварится. И потом я его измельчу на маленькие кусочки. Накрою его крышечкой. Чтоб оно, не дай бог, не убежало. Здесь у меня орехи сохнут. Видите, на печке. Что я буду делать с овощами? Морковку, лук и картошку я порежу кубиком. Морковочку мелким кубиком. И лучок мелким кубиком. Ну, а картошечку, как обычно. Вот так, по щучьему велению, по моему хотению, я нарезала картошечку кубиком. Морковке большой привет. Вот так я ее нарезала. Тоже кубиком. Привет луковице, которую я также нарезала кубиком. Луковица, зараза. Сейчас мне все глаза выест. Вот такая сочная, прекрасная луковица. Все овощи я сложила вместе. Как раз картошка не потемнеет. В общем, ждем, пока сварится бульон. Все овощи закладываются в суп сырыми. Поверьте, это будет очень вкусно. Пассеровочка делается только с маслом и с томатом. Томата, как я сказала, у меня нет. Поэтому я сейчас сделаю томатик из двух помидорок. У меня там варится бульон. Я сейчас заброшу эти помидорки туда же. Они прокипят, станут мягкими. Я их перетру через сито. И будет у меня томат. Мясо начинает закипать уже. Ну и снимаем пену, как всегда. Когда варите бульон, следите, чтобы он не убежал. Потому что, когда я варю бульон, у меня всегда бульон, вырастают почему-то ноги. И в этот раз так случилось. И ноги выросли у меня одновременно с ним. Я тоже так бежала только что. Так бежала, чуть не упала. В общем, мясо у меня, видите, не покрыто водой. Но воды у меня больше нет. Где ее взять? Нет у меня больше воды. Нет запаса. Ну ничего, сварится как-нибудь. Сварится, никуда не денется. Сейчас закину помидорки. Пробланширую их в супчики. Чтобы лучше кожица с них слезала. Пусть покипят немножко помидорки мои. А потом я их протру. И получится у меня томатик. Как я уже сказала. Помидорки сварились мои. Видите, треснули. Пусть немножко остынут, чтобы их можно было в руки взять. И потом я их на терочку попробую. И через сито еще потом продавлю. Чтобы не было семечек. Чтобы был настоящий томатик. Остывайте. Пришла попробовала, они еще горячие. Но зато я решила не тереть их на терку. А сразу решила через сито. Потому что они вот такие мягенькие, хорошенькие. Говорю, на сколько персон готовит? Будет человек 8-10. На счет, иди на 8. Сготовишь на 8, хватит и на 10. Мясо почти готово. Солим суп. Закладываем в суп все сырые овощи вместе. Я не собираюсь кормить весь город. И варим до готовности. Мясо сварилось. Я уже его попробовала. Оно такое мягенькое, готовенькое. Вот, сейчас я его нарежу на кусочки. Пока соль додела, я сейчас томатик пережарю. Нужно добавить сюда немножко к сливочному маслу растительного. И вот у меня здесь, наверное, где-то полстакана томата. А может быть, даже и больше. В общем, я это все сейчас буду жарить, тушить. Пока вода не испарится из томата. Получится у меня такая томатная зажарка для супчика. Пусть пока кипит. А я порежу мясо. В общем, мясо я порезала. И сейчас я его в суп отправлю. Пусть оно там живет дальше. Дальше отправляемся в супчик. Здесь у меня уже все сварено. Ну и хорошо, у меня работы меньше. Также добавлю в суп немножко перца. Желательно, конечно, просто добавить обычного черного молотого перца. Но у меня нету. У меня тут завелся на кухне Эктор. Хименес Браво. И теперь я везде пихаю его смесь перцев с сычуанским перцем. Он такой красненький, вот видите. Ну, в общем, Эктор не помогает пока на кухне. Но я бы предпочла, конечно, просто черный молотый перец. Только рассчитаю самым вредным делом сверх меры наедаться. Золотые слова. Запомни, Жака, а также передай собрать, что изобильный стол разбойничье западня. Здесь дожаривается моя томатная зажарка. Вот он, томат густеет. И сейчас я его отправлю в суп. И все, останется добавить только измельченный чесночок и зелень петрушечки. В зелень петрушечки, думаю, что я положу в тарелочку. Будет вкуснее. Возьму два зубка чеснока. Можно один положить. Чесночок добавляет такого своеобразного пиканта этому супу. Без него, мне кажется, это будет уже не суп по-донецки. Ну, какой суп по-донецки без чеснока, скажите. Шахтеры очень полюбляют чеснок. Вот такая кучка чеснока. Здесь, наверное, чайная ложка чеснока получилась. А у меня пока что дух вектора Химене Сабраво внедрился в мой суп в виде перца. И пришла очередь присоединиться к супчику моей зажарочке из свежих томатиков. Смотрите, какая она стала красивая. Не то, что было сначала. А получается у меня вот что. Такой вот томатный суп. Сейчас он закипит с моей томатной поджаркой. Зажаркой. И в самом конце я положу туда чесночок. И все. Суп готов. Все очень быстро и просто. И очень вкусно получится. Последний штрих. Чесночок и немножко петрушечки отправляются в супчик. Присоединяйтесь. Здесь я немножко петрушечки положила. А вообще остальную петрушку я буду добавлять прямо в тарелочку. Все. Суп выключаем. Ой, посмотрите, какой супчик. Очень приятно выглядит. Ну, в общем, не суп, а загляденье. Так что варите, попробуйте. Это необычный суп. И он вам понравится. Божечки, что и мой. Вы только посмотрите на этот супчик. Ну, согласитесь, это просто полный ресторан. Просто чудо чудесное, а не суп. Вот я каждому, каждому рекомендую, каждому советую, чтобы вы его приготовили. Вот как только у вас появится в доме говядинка или телятинка, обязательно приготовьте этот суп. Вы просто оближите все свои пальчики. Так, с какого же места здесь попробовать? Ну, вот давайте попробуем. Картошечку с морковочкой. Ой, только он такой горячий. Как бы не обжечься. Вкус еще с тех времен, когда я готовила, когда узнала, что это суп из ресторана Дорожный. Это было, товарищи, еще при Советском Союзе. Боже, это вкус оттуда. Это оттуда вкус. Советую вам суп без зазрения совести. Если хозяин хочет добра своим гостям, у него на ужинах и на бедах должна царить умеренность. Недаром в древности мудрец извлек. И нужно для того, чтобы жить, а жить не для того, чтобы есть. Ах, умница, позволь обнять тебя за это. Жить нужно для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы... Нет, не ну, как ты сказал. Есть нужно для того, чтобы жить, а жить не для того, чтобы есть. Вот, вот, вот. Субтитры создавал DimaTorzok